Привет, мои хорошие! С вами Велико Вала. Вот пока собираю чернику, у меня много новых идей. Смотрите, придумала курс по здоровому образу жизни, по ЗОЖ, где будет всё. Собран мой опыт 20 лет. Вот, наверное, более 20 лет я занимаюсь здоровым образом жизни. Я йога-тренер, я тренер по женским практикам. Я постоянно занимаюсь системами разными очищениями и постоянно худею. И вот у меня очень много уже накопилось разных рецептов, потому что я веду здоровый образ жизни, стараюсь. И вот я хотела бы это всё свести в курс. Хотела сначала по женским практикам, но решила его расширить. Решила расширить и сделать курс по здоровому образу жизни. Ну, стартует он с 1 сентября. То есть у нас там будут занятия йогой и женскими практиками. И специальные прямые трансляции, лекции, где мы с вами будем записывать то, как вообще быть здоровым. Что надо кушать, что не надо кушать, чтобы похудеть. Ну, вот у меня проблема, как подтянуть на живот. Всегда специальные упражнения вам будут давать, как увеличить энергию. Вот такое вот. Поэтому кому... Цена будет вообще символическая. Я думаю, что это будет такой специальный марафон. 10 дней. Если он зайдёт, мы с вами будем дальше продолжать. Будем общаться в закрытом чате. Вот. На самом деле опыт у меня прям уже большой. Ну, и к тому же вот кому интересно увеличение энергии. Потому что вот кому уже... Кто знает, кому 40 лет, да? 35, кому 50 и более. Тему уже ощущает вот этот недостаток энергии. Я знаю, откуда её брать. Как восполнять. Я этому учусь. Учусь этому постоянно. Я вам буду передавать свои знания. Вот. Ну, стоимость марафона там 10 дней. Это 1000 рублей. Всего. Вот такой. Если вам интересно, ставьте лайки. Поставлю потом форму под видео. И если наберётся там, ну, какая-то команда у нас с вами, то стартуем. Потому что я уже готова делиться знаниями. Ещё один марафон, который я придумала. Марафон по финансовой грамотности. Занимаюсь финансовой грамотностью тоже очень давно. Сама это изучаю постоянно и регулярно. Да. И занимаюсь инвестициями. Расскажу, как и что вообще, куда пристраивать деньги. Как вообще заниматься накоплением денег. Как обеспечить своё будущее и будущее своих детей. Вот. Это будет тоже отдельный марафон. Ссылку потом тоже оставлю в описании. Вот такие две идеи у меня пришли в голову. Почему? Потому что я всё думаю, какую пользу я могу миру вообще оказать. И если вот эти знания у меня есть, я вообще готова ими делиться. К сожалению, пока не готова делиться, наверное, бесплатно. Потому что это всё время будет занимать. А время самый дорогой ресурс у нас. Особенно ты понимаешь, когда тебе в следующем году стукнет 50 лет. Вот. Поэтому. Ну. Буду делиться. Вот. Ставьте, пожалуйста, лайки, кому интересно. Кому, кстати, черники интересны. Ведёрко дособираю. Тоже пишите. Держинск-Володарский район. Ильногорск. Завезу к подъезду. Такой ведёрко. Два литра. Восемьсот рублей. Это, кстати, часть моей финансовой грамотности. Хочу сразу поделиться бесплатным лайфхаком. То есть каждый день должен быть финансовый поток. Думайте, откуда его брать. Я буду делиться своими идеями. Откуда берутся у меня финансовые потоки. Но это всё началось с того, чтобы обеспечить. Мне хочется. Буду себе своих детей. Да, сейчас вот они у меня учатся. Где дочки в институте начинают. Ну и, соответственно, как не остаться без пенсии с нашим государством. Как накопить пенсионные на пенсию, чтобы у тебя не жить бедно. Как вот наши бабушки и мамы живут на копейке от пенсии к пенсии. Как обеспечить себя во взрелости. Не хочу сказать в старости. Вот. Вот такая сегодня крупная прям черника. Вообще очень рада, что такое место у нас с Ласселиной. Она у меня совсем другая. И лес совсем другой. И здесь вот сейчас я буду заниматься йогой и женскими практиками. А, если интересно, напишите. Я могу включать на занятиях йогой прямые трансляции. И мы с вами будем заниматься вместе по утрам. Бесплатно, естественно. Потому что я, в принципе, и стала йога-тренером для того, чтобы, когда сам занимаешься йогой, то ты делаешь мир вокруг более гармоничным, более красивым, более благодатным. И поэтому, в общем-то, я и веду свои йога-занятия, и занимаюсь йогой сама. И это дает мне и силы, и энергию, и тело так благодарно растягивается. Если йогой я не позанималась, мне прям грустно. И тело тоскливо. В общем, вот. Поэтому присоединяемся к бесплатным трансляциям. Кому интересно, пишите. Если интересно со мной йогой по утрам заниматься. Женские практики, к сожалению, они не даются бесплатно в доступе, в открытом. Сразу же мне прилетает ответка. Ну, такая, если я пытаюсь транслировать бесплатно женские практики. Их запрещено. То есть, ну, меня сразу блокируют, в общем. Мне пишут, что контент, да, какой-то у меня сворованный. Хотя практики веду я сама. Ну, в общем, запрещено женские практики вести в открытом доступе. И бесплатно. То есть, за них берется оплата всегда. А йога, да, могу. Поэтому давайте пишите. Мне очень важна ваша обратная связь, комментарии. Кому интересно. Вот эти мои новые идеи постоянно у меня возникают и фонтанируют. Решила с вами ими делиться. Потому что впереди учебный год. Нам с вами надо будет научиться. Мы с вами будем анализировать и то, что произошло за лето. Чему мы с вами научились за лето. Поэтому подумайте, чему вы научитесь за оставшийся кусочек лета. Что нового приобрели за этот квартал летний. Да, и что новое вы сможете, захотите узнать. Вот, смотрите, какая следующая. Ну, осенью сезон знаний начинается. И всегда нужно учиться. Я учусь всегда. И советую вам тоже присоединяйтесь к моим знаниям. Буду с вами дальше рассказывать, что я узнаю новое. Как у меня идет жизнь. А как у меня идет обучение. Вот, все, что хотела сегодня с вами сказать о своих новых мыслях, новостях, идеях. Пишите, очень рада буду вашим комментариям. Вот так я собираю чернику. Показала вам это. Мое любимое занятие, потому что оно на природе. То есть утренние часы у меня всегда на природе. Всегда с йогой. Всегда на свежем воздухе. Вот так я обретаю гармонию. И стараюсь быть более здоровой и энергичной. Чего и вам тоже желаю. Все. С вами была Белькова Алла. Люблю вас, обнимаю, целую. Удачного нам всем с вами денечка. Сегодня пятница. У нас сегодня банный день. Кстати, всем советую для здоровья обязательно посещать баню. Я и вчера тоже была в бане в физкульте. Сегодня тоже пойду. Очень люблю баню. Мне это тоже помогает. Оставаться более здоровой и более гармоничной. Все. Пока-пока. Увидимся в моих видео. Подписывайтесь, кто еще не со мной.